добрый день и любое другое время суток по вашему выбору свежий левак стихийно продолжается вот сегодня мы поговорим немножко об обесценивание понятия коммунист а перед этим парочка новостей из левых кругов задержанный за педофилию депутат от кпрф объявил голодовку ну как вы понимаете в этой новости прекрасно все я дам на нее ссылочку под роликом но мне больше всего вот я просто хочу одну цитаточку отсюда зачитать нашлось фото из полицейского участка его задержали за то что бегал по центру городу в одной набедренной повязки и пугал прохожих среди которых были и дети по-моему это прекрасно вот но это первое и второе это естественно наш любимый депутат рашкин который заявил о готовности купить лосиху взамен убитой им да вот и выпустить ее на волю ну вот вся ситуация с рашкиным это просто вот такой индикатор по моему не профессионализма и привычки ко вседозволенности ну потому что судя по всему гражданин считал что депутатская корочка ему решит все проблемы вот ему просто в голову не приходило что какие-то лесники там как какой-то патруль сможет ему что-то предъявить и так далее тому подобное вот а потом когда стало понятно что могут предъявить вот эти ребята из кпрф зачем-то начали разводить конспирологию ну вид видимо такая паника просто а откуда это берется это берется из привычки к тому что депутатская корочка и положение депутата там члена какой-то партии да вот это решает в жизни все ну видимо времена немножко изменились и теперь это все не решает ну как бы поступил нормальный человек на месте рашкина и нормальная партия на месте кпрф вот ну сказали бы да ребята мы виноваты мы плохо поступили да но он плохо поступил а вот судить судите его честно да вот мы будем бороться как бы за судьбу нашего члена партии вот и все вместо этого какая-то истерика какая-то конспирологии и тому подобное а вот в общем это от отсутствия привычки до к общественному некому контролю вот как бы плевать нам на общественное мнение там и так далее и тому подобное плевать нам на законы на все что угодно мы депутаты а тут бах и оказывается это так уже не работает а по-другому ребята не привыкли а вот ну ладно в общем это такие две маленькие иллюстрации собственно к тому что мы сегодня с вами будем читать а читать мы будем статью моего приятеля по фейсбуку вот живого классика как его называют в самаре российской литературы евгений ренкоса кто еще не подписался на ренкоса быстро подписываются я дам ссылочки под соответственно роликом на его youtube канал и на его facebook вот и вот евгений тоже насмотревшись вот на все вот эти вот прелести видимо не выдержал и разразился таким достаточно большим текстом вот который я сейчас зачитаю и может быть где-то немножко с ним подискутирую да вот ну потому что сам я лентяй такие тексты писать я все больше ля-ля вот а евгений все-таки писатель его работа такая писать за нас тексты которые мы сами написать не можем и так не обесценивайте слова коммунист называется статья евгения вчера один товарищ по фейсбуку обвинил меня в том что я зря раздуваю тему с лосем и рашкиным евгений сочинил и записал на видео великолепное стихотворение про рашкина и лося вот все проходят по ссылочке в его facebook и слушают этот шедевр новой российской поэзии мол кпрф единственная оппозиционная партия в стране и все-таки коммунисты надо их поддерживать товарищи это прилично а я за поливорализм мнений если они подкреплены хоть какой-то разумной и логи и логичной аргументации мне бы такие нервы я когда вижу мнение подкрепленное разумной и логичной аргументации но не совпадающая с моим я начинаю беситься вот честно и к товарищу них претензии претензий тут и быть не могло обсудили пошли дальше однако готовя один большой материал я поражаюсь некоторой устоявшейся зашоренности вполне многих вполне здравых граждан специалистов историков я тоже периодически поражаюсь зашоренности некоторых историков и не только лишь некоторых наша эпоха обусловлена тем что глобальная пляска капитала наконец-то смогла дать старт глобальной пляски мировой капиталистической идеологии вот обе системы практически автономно развиваются сами по себе и всеядно ну с этим я все-таки не соглашусь идеология она стоит все равно на экономическом базе вот а назвать кпрф коммунистами это как приравнять учащихся средней школы к академикам реальных коммунистов у нас стране попросту нет ну вот тут вот надо сделать небольшое отступление дело в том что я в данном случае попеняю евгению прежде чем говорить что у нас стране попросту есть а чего у нас попросту нет надо этому попросту дать определение да то есть дело в том что термины коммунисты большевики и левые так далее там подобное их используют все кому не ленив совершенно разных смыслов поэтому прежде чем говорить о том есть у нас коммунисты или нет у нас коммунистов надо дать определение тому что такое коммунист вот как например на днях это сделал борис виталич юлин у себя на канале давайте послушаем его определение коммунист это человек который придерживается коммунистической диалоги основе коммунистической идеологии являются такие вещи как примат общественного над личным то есть то есть по сути высшей власти являются коммуны которые являются мнениями людей то есть когда люди говорят о в индивидуальной полной свободе это речь немножко идет о другом о либерализме так вот и коммунизм предусматривает прямую демократию и если мы говорим о коммунисте который является марксистом то это еще и понимание классовой сущности общества изделения на социальные классы по отношению с рейсом производства и понимание того что владение средствами производства делает коммунистическое общество невозможным потому что если есть частная собственность средства производства то владельцы этой собственности они будут угнетать тех кто ей не владеют то есть неизбежно наступает социальное расслоение общества и власть тех кто владеет средствами производства вот это так сказать уже коммунист который придерживаться марксистских позиций вот вот такое определение дал борис виталий юлин можно с ним соглашаться можно не соглашаться да но для этого надо дать другое определение я в принципе понимаю что имеет ввиду евгений да он на имеет виду не просто людей которые придерживаются разделять некоторую идеологию да вот а людей которые активно борются за наступление этого самого будущего общества вот таких действительно у нас очень мало но я например ну могу назвать вот например есть такой александр батов из рк рп рот фронта вот я не знаю если кто-то и соответствует из таких более менее известных людей ну скажем так в информационной среде понятию коммунист именно в смысле того кто борется вот это вот саша батов к нему по моему в данном случае никаких претензий вообще быть не может по крайней мере я ни разу за ним ничего такого не замечал что могло бы его как бы отделить от звания коммунист а вот продолжим меня довольно мало волнует политика в нашем обывательском понимании политика сейчас ничего не решает ну да политика сейчас это сплошной популизм на публику но я так понимаю именно это имеет ввиду евгений повторюсь мы живем в эпоху глобального торжества капиталистической идеологии и империализма чем это все может закончен закончится написано в двух словах еще лениным но насколько я понимаю речь идет о войне надо было это прописать вот тем не менее мировые религии региональные и национальные элиты начали ощущать страх за свое будущее как следствие эти самые элиты будут пытаться взять на вооружение починить направить инструменты глобальной капиталистической идеологии для защиты собственных интересов на подконтрольных участках все остальное вопрос масштабирования угрозы элиты видят не в настроениях народных масс об собственных разноуровневых разборках так вот эти собственно и разноуровневые разборки это называется кризис капитализма да то есть неизбежный потому что капиталистическая система сама по себе она содержит в себе противоречие поэтому я думаю что элиты от системы отделять то не надо это просто разные части системы которые собственно ровно по марксу друг с другом сталкиваются мировая система трещит как это всегда и бывает при развитом империализме глобальная бездушная пляска капитала одинаково беспощадный к президентам и каллигархам и курьером яндекс доставки но масса необходимо контролировать тут проблема в том что эти элиты да они же конкурируют ну чтобы оставаться элитами они должны массы не просто контролировать но еще и доить а вот а чтобы соответственно конкурировать между собой они должны все больше дает доить эти массы вот но одновременно контролировать и доить это и называется кризисом капитализма а вот наша страна не исключение и сейчас происходит довольно интересные процессы я не понимаю почему их не замечают независимые эксперты тех же левых взглядов свободно высказывающие свою точку зрения нам по разным вопросам часто слышу в дискуссиях компетентных товарищей власти и путина нет внятного плана развития страны хотят законсервировать существующий порядок вещей мечутся интересно что это за компетентные товарищи которые ссылаются на план некой власти и путина план может быть у класса точнее даже не план а путь соответственно развитие этого самого класса до смею возразить план есть да еще какой я сейчас не рассуждаю хороший этот план или плохой от моих рассуждений ничего не изменится другой вопрос смогут ли его реализовать и к чему он в итоге приведет но насколько я понимаю евгений сейчас готовит на эту тему большой ролик вот он серьезно работает над качеством в отличие от меня вот и вот скоро мы этот ролик у него на канале увидим однако значительная часть граждан вполне с этим планом может согласиться ну я понимаю о чем идет речь и граждане здесь в своем праве тому как все левые настроения якобы активно проникающие в народной толщи уважение к сталину ностальгия по ссср и так далее во многом это просто реконструкторства вот обусловлено лишь недовольством личным финансовым положением никакой идеологической составляющей здесь зачастую просто нет но самый такой экстремальный случай подобного отношения нет конечно конец союз граждан ссср и так далее там подобное вот грубо говоря все сводится к треду юнионистским требованиям и лозунгам повысить зарплату уровень жизни социальных гарантий вот у настоящего левого движения даже самого идейного его крыла реально желающего построения общества социальной справедливости на сегодняшний день попросту нет средств и возможности хоть как-то противостоять глобальной мировой капиталистической идеологии ну я честно говоря замечу что скажем в начале 20 века в конце 19 века у настоящего левого движения реально желающего построения общества и вот всего остального но тоже не было ни средств невозможности хоть как-то кому-то чего-то противостоять да а вот падишь ты вот на стороне идеологии мировой капитал гигантские ресурсы власть придержащие и самое главное то чего не было еще 30 лет назад передовые технологии тотально контролирующие не только видимую жизнь общества а всю его суть информационные коммуникационные потоки обывателя обрабатывают отвлекают направляет 24 часа в сутки 7 дней в неделю правда я как человек последнюю неделю посвятившись запойному просмотру буржуазного сериала прослушка которая просто отлипнуть нему вот я подтверждаю этот тезис но с другой стороны технологии это всегда только технологии это инструмент а вот и грубо говоря в конце того же 19 века обывателя тоже обрабатывали 24 7 до но это при том что общий уровень образования но средний по больнице у обывателя был на порядок ниже вот скорее всего эти самые глобальные коммуникационные информационные потоки созданные мировым капитал и станут в итоге могильщиками капитализма вот тут вот я как бы с евгением не согласен может быть формулировки да но потому что все таки могильщиками капитализма станут не технологии опять же это инструмент а именно эта надстройка вот а все-таки противоречия заложенные как бы в базу да то есть саму идею саму схему где-то в недрах этих потоков уже лежит кощеевое яйцо а из его желтка формируется смертоносная для капитализма игла вот что значит писатель и живой российский классик я вот так не смог умеет завернуть но пока имеем то что имеем так а если рассматривать кпрф давайте не будем все-таки рассматривать кпр вот по возможности уже столько их рассматриваем постоянно вот у меня уже просто пресс болит от смеха то мне вообще без разницы голосуют они против каких-то законов или нет их голоса глобально ничего не решают с точки зрения общих векторов развития ситуации это ни на что не влияет это усеченный вариант кафешантанной дипломатии плюс попытка продать электорату то что ничего не стоит левое движение в нашей стране ничтожно самые здравые его представители особо не заморачиваются понимая суть происходящих процессов ведут какую-то минимальную просветительскую деятельность разъясняет интересующимся базовые понятия вот как мы только что видели на примере бориса витальевича юлина что касается отлично меня да мне очень часто кажется что прежде чем начинать рассказывать людям про какого-то маркса и не дай бог какого-то еще энгельса не говоря уж обо всех остальных надо сначала людей приучить ну по крайней мере работать как-то с информацией да там проверять какие-то источники проверять цитаты да понимать что конкретно тебе вот пишут в данном тексте проводить какой-то минимальный исторический ликбез на основе эстмата естественно на то есть сначала людей надо учить думать а то вот получается как с какими-нибудь платошкиными спицыными да люди которые не умеют думать они моментально делают вот из людей которые думать умеют идолов да и отказываясь думать сами да они как бы поручают это своим вот этим вот символом идолом лидером назовите как хотите и самое поганое что в последнее время та же самая тенденция замечается например среди скажем так публики константина семина того же хотя он всячески пытается этому противостоять но просто люди ведутся именно на яркость фигуры да на умение при свою мысль изложить там да то есть построить логическую какую-то цепочку и перестают думать сами но я не говорю что как бы вся база кости она такая нет нет это только там начинает как бы проявляться но это уже есть это очень печально короче поддерживают движ в тлеющем состоянии некоторые активные идиоты с пеной у рта выясняют кто там пернул в кремлевском туалете перерывы между заседаниями цк в двадцать третьем году и плюнул ли троцкий чая в чай сталина но тут я вынужден огорчить евгения вот с последним пунктом все давно выяснили не троцкий плюнул чая в чай сталин а сталин плюнул в чай свердлову когда они вместе были в ссылке в нарыме вот это исторически задокументировано там и рассказано широкой публике насколько я понимаю еще в восьмидесятых годах юлианом семеновым известным писателем еще одна слабость левого движения в отсутствие кратких просто простых и понятных лозунгов у большевиков все было четко и кратко вся была с советом земля крестьянам фабрики рабочим ну тут надо на секундочку остановиться дело в том что большевики действительно подняли именно эти лозунги вот ну так сказать в преддверии революции но к тому моменту во-первых были совет да там из 905 год когда них первые появились потом они снова появились там весной семнадцатого то есть и лозунг вся власть советом имел как бы под собой конкретное содержание были советы которым вся власть земля крестьянам мы с вами недавно читали декрет о земле большевистский и прекрасно мы знаем что этот сам лозунг он был выдвинут не большевиками и даже не эсерами он был выдвинут самими крестьянами именно в той форме в которой большевики его оформили ну и фабрики рабочим соответственно этот лозунг тоже снизу идет если мы вспомним послание николаю второму вот эту вот знаменитую петицию с которой шли рабочие в кровавое воскресенье то там были и как раз пункты про рабочий контроль то есть то есть фабрики рабочим ну и соответственно петицию этапе эту писали отнюдь не большевики вот очень даже судя по всему поп гапон там ну и его какие-то приз на то есть это зуба то вские ребята да то есть но все равно вот пункты про рабочий контроль там были вот то есть эти все идеи они идут снизу вот и слабость левого движения даже не в том что нету простых и понятных лозунгов а в том что массы пока не выдвигают простых и понятных хотелок то есть вот нет той самой хотелки которая охватит массы вот и станет материальные силы да то есть единственное чем коммунисты могут данном случае поспособствовать это соответственно образованием опять же масс и помочь им этим массам эту хотелку сформулировать да но они не могут ее насадить агитаторы не рассказывали солдатам и землепарствам о чем размышлял энгельс и как маркс брил бороду а он ее брил а на пальцах и пары предложений разъясняли суть классовой теории вот это очень точное замечание именно разъясняли суть классовой теории а не навязывали лозунги это тонкий момент с лозунгами могли бы подсобить товарищи из кп рф нет не могли бы но у них душка не хватает даже на такой по сути трет юдинионизм вам как потребовать отменить стране ипотечное рабство ну соответственно еще раз повторим до задача коммунистов не самим потребовать отменить стране ипотечное рабство а чтобы этого потребовали ипотечные рабы то есть массы и заменить его на более социально ориентированные формы взаимодействия населения бизнеса и банковского сектора разработать соответствующие программы и проекты а все почему потому что на следующий день на зюганова заведут пять уголовных дел а партию разгонит я замечу что 5 это как-то мало я думаю что если покопать геннадия андреевича вот ну в стиле вот рашкин стайл да там лоси и пчелы вот еще что-нибудь я думаю там не 5 там и там и больше можно накопать было бы желание как показал пример господина рашкина там одного расчлененного лося достаточно чтобы навести ужин ужас на весь центральный комитет партии или как он там называется ну да это же просто такой жест людям показали что все если они будут рыпаться и будут давить а вот что они теперь на одной доске с простыми гражданами в некоторых смыслах да вот и что и их депутатские курочки помогут не от всего бороться за коммунистические идеи даже в буржуазном парламенте это не заседание в креслах из хорошей кожи беседы в кулуарах не организация митингов шапито кстати о митингах шапито вот последний раз меня очень порадовало когда вот было это известное собрание левых сил да вот они после выборов сразу после выборов когда народ кипел перенесли проект протесты против электронного голосования подтасовки как они говорили результатов на месяц вот практически даты 7 ноября а выбор у нас когда были когда были все потасов даже больше смотрите вот то есть за это время уже народ остыл все полу у людей есть свои дела до кроме выборов то есть все любые массы которые могли выйти вот на эмоциях на эти митинги уже успокоились и рассосались и соответственно на митинге вышли только партийцы да то есть функционеры практически но мы видели этот поход на красную площадь там геннадий андреевич и жюганов который нес какую-то лютую ахинею вот в очередной раз а вот то есть это называется слить протест то есть когда у тебя повод есть его не используешь да то есть этот протест откладываешь вот там на месяц на полтора за это время как бы повод уже постепенно из повесточки растворяется да а вот это реальная кропотливая работа и реальные риски готовы ли к ним кпрф целом как нам показывает практика десятилетий нет кпрф этот деградировавший вариант руководящий верхушки кпсс начиная со среднего звездная звена горбачевских времен подавляющая масса случайные люди решающие под вывеской партии свои делишки конъюнктурщики руками и ногами вцепившиеся в депутатские места и должности в аппарате ну еще кошельки а вот там имеются вот еще и работу с избирателями решение проблем на местах подают как некий подвиг вот у меня на округе один депутат хинштейн делать больше чем все коммунисты вместе взятые поэтому за него и голосуют они потому что он единой расисты вот это вот кстати очень хорошая шпилька очень точно потому что кпрф действительно вот депутаты они очень любят там говорит что мы вот с избирателями работаем и кому-то там помогаем все помогают ребят я вот кстати депутат хинштейна как тут традиционно и давно не люблю уж не помню до что честно говоря вот но в данном случае я с евгением вполне согласен да то есть я действительно слышал что хинштейн делает какие-то реальные вещи вот и к нему периодически обращаются по каким-то реальным проблемам вот отсюда у меня вопрос как какие же кпрф коммунисты ну соответственно вопрос определения ну кпрф не коммунисты это это факт это даже не попутчики что конкретного они сделали для продвижения действительно левой повестки где видимые результаты их нет и не будет а какую выпить вывеску себе лепит лепит та или иная партия мне без разницы я вот не осмелюсь называть себя коммунистом как и многие люди левых взглядов кстати тут я опять с евгением соглашусь потому что я тоже не осмеливаюсь называть себя коммунистом потому что в отличие от бориса виталиевича юлина который дает максимально широкое определение да вот я подпадаю под определением бориса виталиевича юлина вот то есть как носители некой идеологии но я не считаю что я достаточно сделал до для продвижения этой идеологии там это идеи чтобы называть себя коммунистом ну я так потихонечку стараюсь делать что могу но это слезы а вот понимающий вес этого как и многие люди левых взглядов понимающий вес этого слова ответственность которую накладывает на человека право себя так обозначать подпишусь под каждым словом коммунисты это сталин дзержинский товарищи гнившие ссылках но не сломавшиеся они до конца остались верными великой идеи поставили общественное над личным подтвердили свое решение собственной жизнью или взять сталинских наркомов молодых людей сделавших стремительную карьеру кто из них не сгорел на работе чью биографию не глянь хорошо если до 50 дожил кстати это хорошая мысль заняться как бы бяга биографиями сталинских наркомов может быть в каких-то но не знаю там или ролики на эти темы записывать или что-то еще но вот это интересные люди и очень интересный такой период вот но потому что все-таки когда на речь идет о такой сталинской эпохи там скажем середины тридцатых годов вот да там я не знаю до начала пятидесятых все-таки фигура сталина и вот ближних его людей там молотова там кагановича микояна того же хрущева эти фигуры они как-то вот этих вот ребят наркомов они заслоняют а там действительно или с фантастическими биографии насколько я помню там например нарком танкостроением малышев по моему если я не ошибаюсь вот он за год до того как возглавил танковую отрасль был машинистом на паровозе вот он там такой не один ну в общем это вопрос которым интересно было бы заняться именно в смысле его освещение если кто-то знает хорошие книжки про сталинских наркомов кидайте ссылочки под ролик или все за биографию не глянь хорошо если до пятидесяти дожил или все здоровье на рабочем месте оставил прошу считать меня коммунистом говорили люди и шли на смерть во время великой отечественной ради торжества идеалов светлого будущего люди впахивали на стройках коммунизма занимались созидательным трудом в мирное время тут надо уточнить что люди впахивали не только ради торжества идеалов светлого будущего дело в том что они видели как эти идеалы светлого будущего меняли их жизнь уже тогда то есть это не не было впахивание там ли война за какую-то абстрактную идею да то есть люди видели плоды этого уже вокруг себя этой своей борьбы в том числе а вот что естественно добавлял им мотивации а сегодня мне предлагают считать коммунистами приспособленцев и прошел и типы зюганова и рашкина они оказываются оппозиция если рашкина позиция то нельзя посмеяться что он из-за собственных губ глупости и алчности умудряется по два раза на дню на всю страну обгадится я его что и что ли это делать заставляю но туда тут сложилась такая ситуация что из-за этой всей феерии с лосем по по моему любое слово произнесенное рашкиным вызывает о посторонних зрителей веселый заливистый смех ну навальный люба соболе лёня волков такая же оппозиции мы их чё тоже в большевики запишем нет большевики нельзя записывать большевик это тот кто поддержал ленина при расколе рсд р.п. ну так если брать уже определение да так что навально мы большевики пока записывать не будем вот такой вот текст он мне очень понравился в каких-то моментах да вот но я их проговорил то есть тут есть о чем может быть подискутировать но в принципе по моему текст очень хороший и полезный вот ну что я думаю что на этом мы свежий левак закончим вот ну и будем ждать новых новостей о нашем коммунистическом и левом движение родфронт всем добра увидимся